Увеличение количества жалоб туристов на плохое самочувствие приходится как раз в пик сезона. По словам специалистов, в большинстве случаев это связано с беспечностью самих же отдыхающих. Отсюда и вытекают отнюдь неприятные последствия, связанные с кишечными и другими видами инфекций. На первый план, конечно, выступает пищевой путь передачи. Это приобретение продуктов в неустановленных местах торговли. На второе место по факторам передачи выходит несоблюдение правил личной гигиены. Это и грязные руки, это и немытые фрукты и овощи, и неправильное хранение продуктов. Мыть руки, фрукты и овощи, а также избегать нахождения на пляжах в пик солнечной активности. Он приходится на обеденное время. Эти простые правила известны практически всем, но зачастую люди, приезжая на отдых, расслабляются и забывают об элементарных вещах. Напоминать о мерах предосторожности помогут памятки для туристов. Они будут раздаваться в отелях и гостиницах, на пляжах и торговых точках. Кроме того, на всех пляжах курорта будут звучать звуковые ролики с правилами здорового отдыха. Мы приняли программу об усилении мер профилактики распространения заболеваемости. Мы договорились со всеми хозяйствующими субъектами о том, что они неукоснительно будут выполнять все те решения, которые мы приняли на комиссии. Мы сегодня, мы разработали, Управление здравоохранения города разработало дополнительные методические пособия, которые должны быть в зонах доступности, присутственных в зонах всех наших хозяйствующих субъектов, которые принимают клиентов. На следующей неделе состоится большое заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где каждый руководитель отчитается о том, как на его предприятии налажена профилактическая работа. Денис Романов, Владимир Киселёв, телекомпания ФКТ.